всем привет дорогие друзья из алании сегодня 23 марта двадцатого года всем конечно же интересно что у нас происходит в турции многие из вас следят за новостями в фейсбуке в интернете ну в общем мы сидим на карантине если говорить коротко мы сидим на карантине и уже недели две наверное выходим из дома только в крайних случаях и сейчас вот настал как раз такой случай у нас закончились продукты и мы едем в ближайший магазин никаких встреч никаких офисов работы ничего работаем мы из дома и ездим только за продуктами в магазин сейчас мы как раз едем в магазин бим в котором я также сниму для вас видео посмотрим что там есть но на самом деле в турции никаких проблем с продовольствием нет все в магазинах есть около нашего дома близко находится магазин бим шок а-101 и сейчас когда мы работали в центре когда мы ездили в офис мы ездили в другие магазины а сейчас мы вот как раз люди идут из магазина тоже а сейчас мы ездим вот этот вот в этот магазин бим который находится рядом с нашим домом как вы видите на дорогах машин нет и люди проезжают только в магазин и обратно домой всем сказано сидеть сидеть дома как я уже сказала никаких проблем с продовольствием нет сейчас мы тоже купим и хлеб и овощи закупим в большом количестве чтобы опять неделю не ездить вот с такой сумочкой мы ходим магазин многие продукты как вы видите фрукты и овощи они все уже расфасованы чтобы никто ничего не выбирал и даже на рынке выбирать запрещено так возьмем грейпфрукты помидоры лимоны в общем возьмем все по максимуму цены не поднялись банан бананы стоят 990 есть авокадо видите все вот так вот запаковано в пакеты яблоки груши 345 яблоки огурцы правда подорожали потому что не сезон яблоки 525 лимоны и помидоры 445 грейпфрукты 345 возьмем также лимоны также берем яйца яйца 10 штук 345 это органические а вот эти вот обычные яйца 775 большой размер сегодня мы готовим такое очень вкусное блюдо турецкое называется пияс самим выбирать нельзя можно только накладывать пакет продавцы накладывают пакет и можно брать только в пакетах вот такие вот меры безопасности кстати здесь все продавцы в масках а так как вы видите в магазинах есть все никакого дефицита колбасы масло в общем все как обычно и товары товары подвозят берем курицу варим суп сыр есть все есть по ценам все точно также цены не выросли покупаем сейчас все по максимуму чтобы не ходить вот такой вот соус для завтрака купили две курицы но как вы видите йогурт все все есть никаких проблем с продуктами мясо всякие разные даже вот такие вот наггетсы тюнифе молоко все на месте сыр в общем магазине как вы видите все есть вода лимонад сода берем две упаковки возьмем воды мороженое друзья падаем в ваниле мороженое уже прибыло скоро лето поэтому берем мороженку и есть мороженое коробках и очень много чипс друзья напишите кто любит чипсы с кетчупом я просто обожаю чипсы чипсы с кетчупом но и конечно же вот такие вот рафл с сыром и луком и вот такие вот лейс с йогуртом и зеленью вот сейчас покажу вам три моих самых любимых видов чипс просто но покупать не буду потому что что-то я много стала чипс есть в общем все есть вафли все в магазине есть что необходимо наверно кроме одеколона всякие печеньки 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 кетчуп и теперь конечно же друзья всех интересует вопрос макарон туалетной бумаги паники у нас никакой не было все на месте рис есть то что у нас закончилась мы сейчас тоже купим даже такие вот манты очень вкусные айханнелла джаз макарна масло соль все все есть что необходимо все мы сделали все наши покупки решили в магазине долго не задерживаться и все наши покупки я делаю мы делаем сейчас в одном магазине то есть если мы идем в бим то мы покупаем фрукты и овощи все 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 там мясо мы не ходим на рынок мы не ходим в мясную лавку конечно же фрукт и овощи мы всегда покупали на рынке но сейчас все фрукты и овощи все продукты мы покупаем в одном магазине а и кстати еще одно место куда мы ходим когда нужно это аптека то есть магазин раза два максимум три в неделю вот то что мы сейчас купили мне кажется нам хватит на на неделю точно хватит может быть даже и на 2 то что касается там риса и так далее но мы не паникуем а купили все на недельку не закупаемся там тоннами макарон и так далее вот если говорить о запретах то сейчас запрета выходить на улицу нет для людей до 65 если вы старше 65 то выход на улицу запрещен и штраф 3150 лир за выход на улицу в общем мы сейчас опять сели в машину и проедемся чуть-чуть по центру и опять домой в центре никогда выходить конечно же мы не будем просто покажем вам что что происходит на улице сейчас выруливаем на одну из центральных улиц это так называемая улица 35 метров большая улица объездная дорога на которой находятся крупные магазины типа аланиума торговый центр в общем все эту улицу вы прекрасно знаете по этой дороге едут автобусы из махмутлара в аланию по этой дороге всегда ездит много машин транспорта автобусов ну и так далее до того как построят новую объездную дорогу часть которую уже построили эта дорога будет основной объездной вот эти все большие фуры до сих пор ездят здесь а когда построят объездную дорогу который будет находиться еще ближе к горам то все эти большие фуры будут ездить по ней и дорога немного разгрузится мы сейчас подъезжаем к съезду на улицу 25 метров которую вы знаете вторая набережная сегодня машин достаточно много но как я уже говорила все магазины школы все закрыто поворачиваем на улицу 25 метров погода у нас сегодня солнечно-пасмурная но кажется будет дождь хотя утром было очень солнечно и над морем как вы видите еще небо голубое такое но уже затягивается тучками вот это вот улица 25 метров сегодня кстати как-то много так транспорта но естественно все магазины закрыты открыты только продуктовые магазины и небольшие лавки то что касается гос государственных структур некоторые открыты но народ тоже запускают по одному по двум банке с 12 до пяти работают в банке тоже запускают только по пару человек в общем все магазины все закрыто но вы об этом уже знаете эта ситуация как и везде рестораны магазины школы и все перешли на удаленку офисы рекомендовано всем не выходить на улицу только в крайних случаях когда необходимо выходить за продуктами в аптеку и все мы придерживаемся этого распоряжения и тоже не выходим все детские парки а также простые парки тоже закрыты перетянутой лентой лавочки в парках муниципалитеты убирают если это возможно чтобы люди не сидели не скапливались но как вы видите народ все равно ходит на остановках есть люди и не соблюдают правила к сожалению сейчас мы развернемся я вам покажу как закрытые парки перетянуты такой красно-белой лентой рестораны парки в общем все все закрыто чтобы люди не скапливались в аланье у нас солнечная погода зелено море поэтому все кажется не таким грустным как например когда мы смотрим видео из европы из америки из каких-то других городов и в этом-то и большая разница вот это вот природа яркая зелень море и солнце они как-то так поднимают настроение а где нет каких-то таких ярких цветов конечно же кажется все очень печальным и грустным люди кто-то катается на велосипедах гуляют но конечно же я считаю что стоит придерживаться распоряжения и не выходить на улицу вот сейчас я вам покажу здесь с этой стороны будет видно как лентой закрыты парки рестораны чтобы никто не ходил никто нигде не сидел вот видите где где не удается лавочки забрать то есть вместо того чтобы их забирать их все перетянули лентой чтобы люди не сидели общественный транспорт ходит но опять же всем советует не выходить из дома и стараться находиться дома работать дома но в общем без надобности не выходить на улицу сколько продлится эта ситуация друзья мы не знаем никто не знает мы все как в принципе и весь мир мы ждем 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 что будет самое главное не паниковать как-то стараться себя настраивать на позитив рано или поздно мы знаем что эта ситуация прекратится и если вы купили туры если вы купили забронировали отели купили билеты то конечно же обращайтесь в вашей компании смотрите что они вам скажут ну а то что касается ситуации в турции всегда следите за официальной информацией правительства правительства и турции и конечно же той страны в которой вы проживаете ну и максимально обезопасить себя старайтесь не выходить из дома если нет острой необходимости но конечно же то что касается нас мы из дома не выходим кстати на улицах есть люди есть транспорт но как я уже сказала все закрыто никакие магазины торговые центры и рестораны все закрыто по распоряжению правительства все детские площадки огорожены для чего для того чтобы люди не собирались для того чтобы не было скопления людей контактов людей все загородили абсолютно все начиная от лавочек и заканчивая какими-либо парками я считаю что эта мера обоснована но как вы видите люди все равно гуляют катаются на велосипедах мне кажется что опять повторюсь мне кажется что лучше сидеть дома и в турции особенно в алании у нас балконы есть у всех если вам не хватает воздуха в квартире солнце выходите на балкон и дышите свежим воздухом загораете отдыхаете сидите на солнце и никакой необходимости острой в том чтобы выходить на улицу и идти на пляж нет если вы хотите заниматься спортом вот я вижу многие в спортивной одежде гуляют занимаются спортом ходят ну спортом можно позаниматься и дома ничего страшного можно включить какие-то классные видео на ютюбе можно ходить на месте можно прыгать на месте я не знаю делать растяжки выполнять всякие разные упражнения всем этим можно заниматься дома и никакой острой необходимости при наличии практически до всех балконов в квартирах в домах можно совершенно спокойно проводить время дома также друзья очень многие пишут в фейсбуке и в фейсбуке везде в социальных сетях ходят мемы ой как скучно чем заняться люди чем вы занимаетесь и знаете что мне вот реально очень интересно даже читать не интересно непонятно я не знаю как это назвать читать такие посты потому что ну как человеку может быть скучно самим собой это просто невозможно а когда появилось столько свободного времени вы можете заняться делами на которые у вас не хватало времени раньше на хобби которым вы хотели заняться на которые у вас не хватало времени раньше ну в общем возможностей огромное-огромное количество при наличии свободного времени у меня и карантин не вызывает никаких вопросов и состояние ой как мне скучно потому что я привыкла работать как в офисе так и дома я в принципе я всегда работаю карантин это или не карантин у меня всегда очень много работы идей занятий и так далее поэтому единственное чем ограничен для меня чем ограничивать меня карантин это тем что я не могу выходить на улицу гулять по улицам дворам и так далее или куда-то ехать потому что мы всегда очень много ездим путешествуем и снимать для вас разные видео поэтому на этот период мы будем радовать вас видео из машины будем снимать видео из машины и рассказывать о том что что у нас происходит мы уже съехали с набережной и опять вернулись на объездную дорогу сейчас мы едем в сторону нашего дома мы в районе оба кстати в этом районе большое количество новых резиденций здесь также находится городская больница Алани и она находится вот там вдалеке и сейчас мы выезжаем на новую объездную дорогу покажу ее вам эта объездная дорога заканчивается как раз около городской больницы и дальше продолжается строительство и объездная дорога пойдет вплоть до Махмутлара до зипаши и так далее то есть строительство продолжается сейчас этой объездной дорогой мы пользуемся вот вы сейчас увидите мы повернем на нее до на том участке где строительство закончено как раз этот участок сейчас сделан до поворота к городской больнице на небе появились тучки возможно будет дождь посмотрим но как вы знаете погода в Алане переменчивая тучи налетели дождик прошел опять солнышко потом опять тучи но это касается межсезонья вот как раз весна осень летом конечно же всегда всегда жарко здесь также в этом районе находится городская зубная клиника государственная зубная поликлиника больница и очень много новых резиденций новых домов здесь строится также в районе оба будет новый кампус университета аланийского университета этот район очень популярен у иностранцев вот мы видим сейчас одну из типичных резиденций которые были построены пять может быть пять лет назад и вот там вдалеке в самом далеке вы видите большое количество резиденций ну а мы сейчас выезжаем как раз на новую объездную дорогу которую строят для того чтобы уменьшить движение как раз по центральным улицам аланий и объездная дорога заканчивается вот здесь и дальше как вы видите в ту сторону будет продолжаться продолжаться строительство сейчас мы как раз едем по новой объездной дороге и вы видите район Джигчили и далее наш район Пхасбахче Пхасбахче здесь очень много новых резиденций здесь строительство продолжается уже в сторону гор и как раз вот эта вот новая объездная дорога она очень удобна для того чтобы не заезжать в центр города а если нужно из например одного конца города переместиться в другой то очень быстро можно по этой дороге объехать такая же объездная дорога есть и в Анталье и не заезжая также в центр города можно объехать центр по объездной дороге и например ехать в сторону из мира и так далее как мы и делали в прошлый раз здесь большое количество домов жилых магазинов крупных на каждом углу конечно же здесь нет как в центре но вот есть как раз бим в котором мы только что были и он совсем недалеко здесь от нас находится здесь есть офисы конечно же ходит общественный транспорт и этот район он постепенно постепенно развивается и осваивается сейчас мы уже повернем в сторону нашего дома а наш дом находится как я уже сказала в районе Хасбахче это очень классное место несмотря на то что мы живем за вот этой большой объездной дорогой до пляжа нам идти примерно 15 минут до центра города тоже минут 15 до рынка минут 10 а район чем он хорош тем что летом в нем жить очень удобно прохладно потому что с городу дует ветер а зимой не холодно в общем это какая-то особая климатическая зона у нас и действительно когда мы летом в самую жару поворачиваем в сторону нашего дома прям чувствуется граница жаркого воздуха и такого прохладного воздуха поэтому здесь жить нам очень-очень нравится очень-очень комфортно и поскольку у нас квартира выходит и на северную сторону и на южную летом можно открыть балконы и все очень классно продувается ну в общем супер супер район мне он очень нравится и мы уже подъезжаем практически к нашему дому вот магазин бим в котором мы только что с вами были и поворачиваем съезжаем с дороги и поворачиваем в сторону нашего дома вот такое вот друзья у нас получилось сегодня видео никакой паники нет в магазинах все хорошо все продукты есть поэтому ездим покупаем по мере необходимости ну и конечно же сидим дома работаем из дома в комментариях напишите какая у вас ситуация чем вы занимаетесь как проводите время какая ситуация у вас в городе в стране будем рады с вами общаться читать ваши комментарии ну и конечно же желаем всем здоровья всем всего хорошего всем пока 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 пока